Моя красавица распустилась. Смотрите, люди, у меня зацветает цветок, который 7 лет не свел, потом покажу, когда распустится, может кто знает как называется, потому что я бумажку уже давно выбросила от него, вот и как называется, не помню, такие листики у него, привет народ, я на даче, как всегда душно, дышать вообще нечем и жарко, знойно так, но солнца нету, просто зной какой-то вот парит и парит, вот я что хотела сказать, Женечка привет тебе огромный, спасибо за поддержку и хотела сказать, что действительно, что это я вообще какой-то почет таким людям делаю, но все-таки не на какие-то там вот про дорожки, я не буду говорить, почему у нас заросшие дорожки и там, я не знаю, почему такой участок выглядит таким заброшенным, это как бы так сложилось, да, если вам действительно интересно, просто я вот буквально на днях смотрела канал Ольки и ласточки, у нее было подобное видео, примерно месячной давности, где она то же самое говорила, я понимаю, вы приходите, новые люди, подписывайтесь, смотрите последние видео, крайние, да, и начинаете делать какие-то выводы, писать какие-то комментарии, которые вообще вот, ну, лить говно на меня своем, мне это не нужно, если вы ко мне пришли, и я вас чем-то привлекла, и вам у меня интересно, и вы хотите узнать больше, какие-то подробности, ну, посмотрите вы мои старые влоги, хотя бы влоги, я не прошу все видео, посмотрите хотя бы влоги, и вы найдете ответы на кучу своих вопросов, которые вы мне пишите сейчас под видео в комментариях, задаете какие-то вопросы, пишите какие-то негативные комментарии, да, по поводу, там, заросших дорожек и прочее, вот если вам все это интересно, почему так происходит, то посмотрите мои старые влоги, там есть ответы на большинство ваших вопросов, и единственное, что я хочу добавить, да, на дачу ездят только я и мама, и мы не из богатой семьи, мы не можем позволить себе нанять рабочих, да, которые нам будут и участок копать, и дом отделывать, и там строить какие-то дополнительные постройки, поэтому мы все делаем сами. И на протяжении всего периода летнедачного, да, мы просто выбираем по, вот, ходу, там, месяц за месяцем, мы просто садимся с утра завтракать и обсуждаем, что сейчас важно сделать. Вот сегодня, например, на этих выходных для меня важно обить снаружи сарай, это никто не будет делать, кроме меня, мне это важно, потому что в следующие выходные я не приеду, я еду в гости. Угадайте, к кому? Вот, я отвлеклась. Поэтому, если вот, ну, наступит такой момент, что будет важным сделать дорожку, мы займемся дорожкой, будет важным сделать, там, не знаю, перепланировку, мы займемся этим. В прошлые выходные было важно покрасить дом, как вы видите, крыльцо уже покрашено, и нижняя часть дома тоже покрашена, остался второй этаж. Вот, кто вторым этажом будет заниматься, тоже пока неизвестно. Человек, который нам реконструировал дом, он, ну, пропал, короче, он на звонки не отвечает, и трубку не берет, в общем, и сам тоже не отзванивается. Поэтому неизвестно, будет он красить или нет. Если, ну, не сложится с работниками, то, скорее всего, мне придется, потому что мама смогла покрасить только первый этаж. И то я переживала, что она на лестницу лезет. Вот, поэтому, как бы, делайте свои выводы, я не знаю, просто... Мы все делаем своими руками, сами. У нас нету миллионов под кроватью, когда мы можем отстегивать работникам, а они будут делать. Вот, поэтому все делаем сами. Помимо этого, моя мама председатель СНТ, где мы, где у нас участок, и она постоянно ходит то на собрание, то какие-то там важные дела туда-сюда. Да, у нас на участке проходной двор, и дабы хоть как-то вот это место, где в основном все тусуются возле террасы... Сейчас покажу. Вот тут вот возле террасы, и вообще вот эта площадка центральная, где постоянно все ходят, и проходной двор, хотя бы это место поддерживать хоть в каком-то порядке приходится, потом цветы, что-то такое красивое. Вот, и поэтому в радиусе от этого центрального места, вот по окружности, да, все это выглядит запущенным, потому что некогда. Потому что я вот в центре посадила цветы, а потом я занимаюсь сараем, или обиваю потолок внутри дома, или еще что-то. Потому что, потому что мы не миллиардеры, вот, и да, у меня нет мужа, который, да, там может приехать помочь, и у меня есть брат, но он не ездит на дачу, он это... Не каждый мужчина в наше время любит дачу, давайте с этим, как бы, это факт, от этого никуда не денешься. Вот, сейчас, конечно, уже там появуют, ну, бывает, встретишь человек, который вот дачу любит, мужчина. Ну, в основном нет, в основном люди приезжают на дачу, чтобы отдохнуть, а не чтобы поработать. Но они не понимают, для того, чтобы отдохнуть, здесь было столько работы вложено. Вот, и даже те же мужчины, они приезжают, там, не знаю, шашлык, рыбалка, грибы, охота, там, не знаю. И они приезжают, и также точно начинают выпендриваться. А вот почему вы не косите, а почему то, возьми косилку и покоси. Нечего, ты приехал в гости, еще претензии предъявляешь. Вернее, ты не в гости приехал, ты приехал, как, там, мой молодой человек или еще кто-то, еще претензии предъявляешь. Да стыдно должно быть. Возьми косилку и покоси, нечего претензии предъявлять. И вообще так в целом тоже. То есть, друзья, кто ко мне приезжал, вот и за редким исключением только мужчины начинали предъявлять претензии. Почему у вас так запущено? Поэтому этот комментарий, я уверена, написал мужчина, у которого, как мне кажется, даже нет дачи. Поэтому вы сначала заведите дачу, почувствуйте на себе, как это. И потом уже пишите комментарии. Вот, в общем, я так высказалась. И опять же хочу сказать, что если вам интересно, вы пришли ко мне на канал, посмотрели пару видео, написали злостные комментарии. Наверное, вам у меня интересно. Ну так посмотрите предыдущие видео. Хорошо, если все. Но я не прошу всех, хотя бы влоги. И вы очень много для себя откроете, и не надо будет задавать дурацких вопросов. Вот, надеюсь, что все доходно и понятно. Увидимся с вами чуть позже. У нас надвигается штормовое предупреждение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!